Всем добрый вечер, с вами Никита Петров, и сегодня наверняка для многих довольно неожиданное видео, которое будет посвящено недавно закончившемуся фестивалю Moscow Open, а именно турниру F, так называемой студенческой лиги. Этот турнир проводится в первый раз, и собрал достаточно неплохой состав. В частности, в нем играл один международный гроссмейстер и несколько мастеров. Ну и, конечно, главной причиной, по которой я записываю видео, является результаты этого опена. С результатом 8 очков из 9 возможных, причем выиграв последние 8 туров, победу в нем одержал активный участник нашей группы Шахматный Феникс, Заур Текеев, которую вы сейчас можете видеть на своих экранах. Ну, мало того, что Заур обогнал всех своих конкурентов на очко или больше, он еще показал очень сильную игру, по крайней мере, в некоторых из партий. И вот одну из партий я как раз таки хотел сейчас продемонстрировать. Партия была сыграна в 8 туре, Заур играл белыми, он играл с Романом Кезиным, как вы видите, соперник превосходил Заура по рейтингу практически на 100 пунктов, и действительно Роман, хотя и является мастером Фиде, играет достаточно уверенно последние годы. Ну и должен заметить, что партия имела критическое значение для результатов этого турнира, потому что после 7 туров Роман был единоличным лидером, а Заур одним из его преследователей. Ну и поскольку Зура были белые, то нужна была победа, для того, чтобы можно было бороться за первое место. И была разыграна система Паульсона, которую в англоязычной литературе чаще называют системой Тайманова. Кунь С3, Ф7, все это теоретические ходы. Слон Е3, А6. Ну вот здесь вот Заур не пошел в английскую атаку, но сыграл Ф3. В принципе, для шахматиста, который видит эту позицию в первый раз, ход Ф3, конечно, выглядит довольно странно. Потому что, ну это нетипичный маневр для сицилянки, и вообще не совсем понятно, что Ф3 делает на Ф3, и почему он мешает собственной пешке Ф2 продвинуться вперед на поле Ф3 или на поле Ф4. Но на самом деле ход Ф3 достаточно сильный. И даже не исключено, что именно по причине этого хода в последнее время на очень высоком уровне Тайманов за черным встречается несколько реже. То есть основная идея такая. Белый ферзь обычно не задерживается на поле Ф3, а переводится в район поля Ж3. Поле Ж3 для белого ферзя очень хорошее, потому что, во-первых, с Ж3 ферзь не позволяет развиться чернопольному слону черных. То есть из того, что подвисает на Ж7, слон перевязан к полю Ф8. Ну, во-вторых, белые ходы Ферзи Ф3 готовят длинную арахировку. А в-третьих, зачастую, эта идея Ферзь Ж3 связана с разменом ферзей, который, в принципе, во многих сицилианских структурах выгоден для черных. Но тут есть такой нюанс, что, например, в случае, возможно, Ферзь Ж3, Ферзь Бют Ж3, АЖ, структура на королевском фланге меняется в пользу белых. В частности, начинает работать ладья на поле Х1. Ну, так или иначе, это все достаточно общее рассуждение. Ну, а решать, как всегда, в социаланке здесь будут конкретные варианты. Если бы эта позиция встретилась мне в моей турнирной партии, я играл бы черными. Пожалуй, я избрал бы вот интересный ход слон Д6, и на 3-0 сыграл бы слон Е5. Не уверен, что черный таким образом достигает полного равенства, но сама идея, как по мне, выглядит довольно привлекательной. Но Роман сделал более логичный ход Д6. Здесь последовал конь Бют С6, ну и довольно-таки неожиданное взятие Ферзь Бют С6. В принципе, исходя из сицилианских стандартов, здесь более логичный кажется ход БЦ, в результате которого черные вскрывают вертикаль Б, ну и не стоит забывать, что укрепляют собственный пешечный центр. С другой стороны, ухода Ферзь С6 тоже есть свои преимущества, в частности, не перекрывается линия С. Ну и вот, все-таки во многих позициях вот эта вот структура С6-Д6, она не самая гибкая. После Ферзь С6 в этом плане для черных ситуация несколько лучше. Тем не менее, ход довольно-таки странный, и встречался на данный момент только в трех партиях, но стоит отметить, что в одной из этих партий черными фигурами руководил эксперт по варианту Тайманова Сергей Мовсисян. Ну а в партии последовало Ферзь Ж3, Б5 и Слон Д3. Вот таким образом повторю, что белый Ферзь на Ж3 расположен прекрасно, он мешает развитию черных, ну а Слон Д3 это логичное завершение развития белых. Следовало Конь Ф6, Ф3. И вот, как мне кажется, наступил один из критических моментов в данной партии. Исходя из того, как в дальнейшем протекала борьба, можно сделать вывод, что здесь на 11-м ходу черным стоило применить какое-то усиление. Ну и, пожалуй, сильнейший ход за черным здесь Конь H5. То есть выглядит довольно странно, я не удивлюсь, если Роман даже не рассматривал ход Конь H5, потому что, в принципе, данная идея, вот перевести Коняца в 6 на H5, потревожить какую-то фигуру белых, то есть, чаще это Слон на Х4, в данном случае Ферзь на Ж3, и потом вернуть Коня обратно, она, эта идея характерна больше для закрытых дебютов, а в Сицилианке, черные чаще всего не могут себе позволить так расточительно обходиться с темпами. Но вот здесь есть следующий нюанс. Дело в том, что белый Ферзь должен уходить на поле F2, ну или на поле H4, по большому счету это не имеет очень большого значения. В любом случае черные возвращают Коня на F6, ну и после примерного 2-0 играет Слон Е7. То есть, да, белые получили как бы один лишний темп, но вот важно, что черные все-таки завершают развитие, потом сыграют 2-0, а структура для них, в принципе, вполне неплохая. То есть, подобная сицилианская структура обычно подразумевает то, что у черных будет вполне достойная контррегра на Ферзьевом фланге. И, как мне кажется, таким образом Роман мог получить здесь достойную позицию. Вместо этого в фарте последовал ход Слон Е7, который вполне логичный. Кажется, что... Ну, мне кажется, действительно, после Ферзь БДЖ7, ЛДЖ8, у черных все хорошо, потому что теряется пешка на Ж2. Ну, и если белые делают какой-то пассивный вялый ход, то черные могут сыграть 2-0, защитить на Ж7, ну, и у них получается вполне достойная стандартная сицилианская позиция. Ну, и вот здесь вот Зару резко поменял характер борьбы, причем сделал это... ну, очень талантливо, на самом деле. Было сыграно Е5, ДЕ и Конь Е4. Неожиданно у белых появилось много угроз. Во-первых, теперь уже серьезно угрожает Ферзь БДЖ7. После этого у черных будет обесеть слишком много фигур. Во-вторых, если черные каким-то оббором защищаются от этой угрозы, то вступает в силу вторая. Белые хотят взять на Ф6, конем, и после слона Ф6 сыграть слон Е4, после чего теряется на А8. Защититься от двух угроз одновременно не так... Не так просто. По сути, у черных есть всего лишь два нормальных хода, один из которых сильнее, чем другой, но сыграть вот здесь Конь Х5, что было объективно оптимальным решением, довольно-таки сложно. То есть я не удивлюсь, если соперник Заура здесь рассматривал ход Конь Х5, но после Ферзь Е5 скорее всего, эта позиция мне понравилась. Ну или в лучшем случае черные заметили, что здесь есть ход Ф5, но рассуждения были следующие. Пока ФЕ не грозит, из-за того, что белый ответил слон Е4 и повиснет как ладья на А8, так и Конь на Х5. То есть белые могут сделать какой-то любой ход, ну и откровенно говоря, фигура черных здесь производит странное впечатление. То есть ладья А8, слон С8, ладья Х8 пока не развиты, а Конь на Х5 расположен достаточно плохо. Но вот после 3-0 у черных есть ответ Конь Ф6. И неожиданно у белых возникает некоторая проблема с координацией. То есть теперь Конь на Е4 висит уже по-настоящему. Если его уводить, то во многих вариантах черного просто рахируют, ну и ферк на Е5 расположен неустойчиво. То есть здесь у черных, в принципе, приемлемая позиция. Поэтому, чтобы бороться за перерез, за руку пришлось бы здесь найти несколько нечеловеческих ходов, первый из которых это А4. В принципе, ход А4 найти за доской можно, потому что, повторюсь, Конь не висит, ну и логично подцепить ослабленный ферзевый фланг черных. Но здесь после Бра теперь белые подрывают на другом фланге, играют с Ж4. В принципе, тоже ход вполне находимый, но логично напасть на коня. Но вот то, что происходит потом, это уже довольно-таки компьютерный вариант. Черные играют два ноля, то есть сильнейшая в данной позиции Ж, ФЕ, А6. Ну вот, после слона Ф6, ферзи 4, ферзи 4, слон Е4, ладья В8, получается следующая позиция, которую движок оценивает достаточно оптимистично за белых, но на самом деле все-таки после АЖ ладья Ф7 пешечного материала здесь остается довольно мало. на Б2 слабость, которая неизбежно потеряется. Как мне кажется, у черных достойные шансы здесь уравнять. Ну и поскольку Роман лидировал на этот момент в струне и обладал очень высоким коэффициентом Бугальца, то понятное дело, что ничья черным цветом с одним из конкурентов его устроила бы. Ну, с другой стороны, думаю, мы все понимаем, что КНЖ 5, ФЕ5, Ф5, это не то, как человек будет трактовать данную позицию за черных. Последовал логичный ход КНЖ 5, теперь белые берут НЖ 7, где Ф8, ну и получается достаточно обоюда острая позиция. В черных мощный пешечный центр, но в то же время у них нет лишнего материала, а королевский фланг очень серьезно ослаблен. И в частности, король на Е8 чувствует себя не очень уютно. Последовала слон А6, Ф5, ну вот здесь на самом деле Заур сделал единственную ошибку за всю партию, даже на самом деле единственную неточность за всю партию последовал ход КНЖ 5. Дело в том, что у белых было значительно более сильное продолжение, а именно ФЕ7, ну уже в белых лишняя пешка висит на Ф8, поэтому ход ФЕ практически вынужден. И вот здесь просто слон Е4. Ну и на самом деле мне очень нравится это решение за белых, потому что оно с одной стороны достаточно спокойное, то есть белые не грозят сразу выиграть партию, но если мы присмотримся к этой позиции, то увидим следующие факторы. Ну, во-первых, вы видите, что нарисовал много стрелочек и пометил много полей различными маркерами, а на самом деле все эти маркеры имеют определенный смысл. Во-первых, обратите внимание, что да, белые пожертвовали фигуры, но у них уже есть за эту фигуру две пешки. Во-вторых, вот эти вот центральные пешки черных е6 и е5 производят довольно-таки слабое впечатление. Если пешка на е6 еще выполняет довольно-таки важную функцию, а именно защищает коня на д5, то пешка е5 совершенно балласт в этой позиции. фактически все фигуры черных за исключением на самом деле коня на д5 неразвиты. Ладьяна f8 находится под боем. Ферк на c6, ладьяна a8 находится под связкой, под рентгеном слона е4. Ну, а белые готовы уже следующим ходом завершить развитие, полностью завершить развитие путем 3-0, после чего там еще в вариантах белые смогут ходом фержа 6 или слон же 6 изогнать короля на линию d. В общем, в данной позиции черных ожидала непростая оборона и объективно их шансы здесь невысоки. Сходя из этого, можно сделать вывод, что вот позиции после конь е4, чтобы черным бороться за ранство, необходимо было играть конь h5. Но еще сильнее сыграть конь h5 было двумя ходами ранее. Но, к сожалению, Зору прошел мимо этой возможности, сделал логичный ход конь g5, спасая фигуры из-под боя. Но вот здесь обратите внимание, что все-таки фигуры белых, то есть ферзь на g7, слон на h6 и конь на g5, во-первых, они расположены далековато от центра доски, во-вторых, что важнее, они могут завязнуть. В особенности это касается слона на h6. Тем не менее, у белых есть много плюсов позиции. Они готовы взять на h7, после чего ладьян на f8 просто потеряется. Также они готовы взять ферзем на e5 и вернуть его в оборону. И, скорее всего, оба соперника в этот момент считали, что у белых серьезный перевес. И оно бы так и было, но тут у черных появляется красивый геометрический ресурс, который Роман, ну, скорее всего, просто не заметил, потому что если вы видите в этой позиции ход ладьян a7, вы его делаете. То есть единственная проблема здесь это то, что подобный ход просто можно не заметить. После ладьян a7 ну, вот уже выясняется, что ферзь на g7 стоит довольно плохо, ну, и критический вариант здесь продолжается следующим образом. 3-0, слон c5, весит ферзь на g7, ферзь e5, ладья f6. Ну, вот то, о чем я говорил. Да, уже белые уже выиграли пешку, но слон на h6 попал в беду. На самом деле слон просто теряется. Белым, чтобы здесь не проиграть, нужно продолжать наносить яркие удары, слон идет f5. Теперь на ладья gtf5 последует ферзь h8. ладья h6 в принципе возможно, но после ладья h0e1 у белых сильная атака. Поэтому скорее всего, если бы эта позиция случилась в партии, последовала бы слон d6, d4, слон c5, ну, после ферзь e5 получается такое повторение ходов. На самом деле черные даже могут попытаться сыграть на победу, то есть, либо путем ладья h6, что, конечно, связано с очень большим риском после ладья e1. Либо вот в данной позиции к нему как сыграет ладья c7, после чего продолжает висеть слон d6, также висит слон df5. Ну и слон e4, ладья h6, ферзь h8, слон f8 приводит довольно-таки странные позиции, в которой у белых сохраняется отличная компенсация за фигуру, но все-таки черные подраскрутились и начали создавать определенную контр-игру. То есть, движок здесь даже небольшое предпочтение, наверное, 3 десятых пешки отдает именно черным. Но роман не нашел ход ладья a7, всегда слон b7. С одной стороны, логично, завершая развитие, с другой стороны, я уверен, что делал этот ход роман с тяжелым сердцем, потому что на самом деле позиция черных здесь довольно быстро рассыпается. 3-0, возвращается на более пристойную клетку. Белые уже с лишней пешкой, висит на f8, висит на e6. Продействие просто безнадежно. Вот я d7, ну вот здесь Завур довольно-таки опять же креативно и интересно сыграл, хотя, строго говоря, это, конечно, было не нужно. Сильнейшим и самым простым решением было слон f8. скорее всего белому не понравилось, что после слон g5 король b1 слон f6 оставшиеся фигуры черных расположены очень активно. Действительно, и слон на f6 силен, и ладья на d7, и конь на d5, и ферзь на c6. Но все-таки важнее здесь тот факт, что после ферзи 1 у белых личные качества и пешка. И ничего не получается. Конь c3 здесь идея не проходит, потому что слон на f8 всегда может вернуться в оборону. Но по хорошему позиция черных просто проиграна. После конь e6, который избрал зору позиции, черных тоже крайне тяжела, но вот здесь все-таки был один конкретный нюанс. Последовала слон f6, конь d4. Продолжается красивая геометрия, и вообще вся эта партия насыщена геометрией. То есть черные нападают на ферзя, белые в ответ нападают на ферзя. При всем этом черные могут взять ферзя первыми, но у них всегда подвисает в конце всех войн ладья на f8. Тем не менее, Ролану стоило именно взять на e5 и после конца f6 пойти слон f4 в шах. То есть белые здесь успевают обзавестись лишним материалом, приходится менять слонов. Конь a5, конь g2. У белых лишняя бешка, они забирают слона. По-хорошему позиция, конечно, выглядит абсолютно выигранной, но вот, например, в таком варианте, который движок считает лучшими ходами за обе стороны, ну да, белых лишняя пешка по идее слон в два фланга сильнее, чем конь, но откровенно говоря, эта позиция еще не выглядит до конца ясно. По крайней мере, это был лучший шанс. Вместо этого последовало ферзь b6, но здесь сильный ход ферзь e6. То есть продолжает висеть ладья, еще висит на f5, висит ферзь, все висит. Черные должны идти в принципиальный вариант ферзь d4, но тактически колферзь d7. В принципе, на этом борьба в данной партии завершается и дальнейшая техническая стадия. Но техническая стадия, тем не менее, отличалась определенным изяществом. Последовало ферзь король d7, слон f5, король e8. Ну вот на короткий миг у Черных лишняя фигура, но, конечно, белые забирают на f8. Объективно, Роману стоило здесь просто взять слона. Позиция, конечно, остается проигранной, но по той причине, что у белых слишком много пешек. Например, слон h7, слон e4, но все-таки три фигуры, достаточно активные фигуры, может, удалось бы создать какое-то подобие контр-игры. из-за этого последовало конь e3, что в определенной степени логично тоже проигрывать, но по крайней мере, у белых теперь висят сразу две фигуры. Вот здесь у Заура была очень красивая геометрическая возможность, причем, как мне кажется, в принципе, находимая для человека. то есть белые сыграли слон h7, что вполне нормальный, позиция белых там остается совершенно выигранной, но вот здесь был такой вот ресурс слон e4, слон e4 и слон h6. И неожиданно черных подводит тот факт, что у них слишком много фигур по линии e, и одна из них неизбежно теряется. Если честно, я не обсуждал с Зауром вот этот момент, но не удивлюсь, если он видел ход слон e4, но вот здесь после конь f5 ему показалось, что черные подают ответ на слон h6 и не теряют материал. На самом деле есть ход лдя e1. После коня 6 очередная вилка и белые остаются с лишним качеством. Если же после слона h6 черные играют слон g6, то просто слон лдя e1 опять же фигура теряется. То есть после слона e4 позиция черная была бы совершенно безнадежной. После слона h7 она просто безнадежная, но несовершенная. Следовало король f8, c3, слон e5, но нужно следить за активностью черных фигур. Ну и здесь опять же сильное конкретное решение. g3, слон f3 и лдя e1. И ну в принципе так же как и в предыдущем варианте фигура черная здесь начинает подвисать. Их подводят расположение короля на f8. Следовало конь g4, слон e4. Ну вот здесь Роман Кизин сыграл с конь h2 и форсировано проиграл. Последним трюком был ход конь f2. Теперь на слон f3 последует конь d3. Ну в принципе не исключено, что как раз таки переход в этот разноцвет это самое простое решение, потому что белых просто три лишние пешки, даже при разноцветных слонах это слишком много. Но компьютер указывает даже более четкое решение ладья f1. Теперь на слон e4 последует ладья f2 и ладья e2. то есть приходится брать конем где f3 король g7 ладья e3 казалось бы фигура теряется. Тем не менее у черных есть последний трюк конь c5, но после король c2 разумеется их позиция пророграна, потому что у белых ладья e3 пешки за две легкие фигуры ну и говорит тут совершенно не о чем. Тем не менее наверное объективно самое простое решение это все-таки взять слона на f3. Так или иначе Роман здесь сливал конь h2 ну и просто слон f3 ну конь f3 просто напарывается на ладья f1 слон g3 по большому счету ничего особо не меняет ладья d1 конь f3 ладья f1 здесь черные признали свое поражение тем самым выведя Заура в виде наличной лидера турнира был шаг на f4 но после король c2 все равно одна из фигур теряется. Ну на мой взгляд отличное творческое достижение нашего шахматиста из феникса ну и что наверное даже более важно в девятом туре Заур черными также сыграл прекрасную партию против Константина Никологорского одержал победу в стороне дикки набрал 8 очков из 9 и занял единоличное первое место с чем я лично также надеюсь вся группа шахматный феникс его и поздравляем. Ну а с вами был Никита Петров всем спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok